В эфире АНьюз в студии Андрей Соколов. В ближайшие минуты самые интересные новости из мира науки и IT-индустрии. Тесла наконец перешла от слов к делу в своем проекте солнечных крыш. Компания Илона открыла предзаказ на панели, генерирующие энергию благодаря солнечным лучам. Напомним, проект Tesla Solar Roof был представлен в 2016 году. Его задача сделать дома независимыми от центральных электросетей, ведь дом сам становится электростанцией. Батареи крепятся на крышу дома. Сверху их можно покрыть материалом, имитирующим различные кровельные покрытия и пропускающим свет. Те места, где солнечных панелей нет, тоже покрываются данным материалом. В итоге получается аккуратная крыша. В Tesla уверяют, что их облицовочная разработка по прочности сравнима со сталью. Так что град батареи не попортит. Как подсчитали в Bloomberg, инновационная крыша от Tesla обойдется, что, естественно, дороже обычной, но дешевле других аналогов с солнечными и резервными батареями. Стандартный комплект предполагает, что солнечные панели составят треть от всей поверхности крыши. Как рассказали в самой Tesla, окупится приобретение примерно через 30 лет. Перспективы не особо радужные, но для мест, где с электричеством проблемы, это не такой уж и плохой вариант. Стоит отметить, что количество солнечных панелей на крыше при желании можно увеличить, но тогда, соответственно, вырастет и цена. Также необходимо учитывать, что к солнечным панелям нужно докупить батарею, которая будет накапливать полученную энергию. Изначально, что интересно, в комплект такой важный элемент системы не входит. Начать установку солнечных крыш Tesla планирует уже нынешним летом, правда, пока только в США. В следующем году доставка будет осуществляться и в другие страны, но в какие именно, Илон Маск не уточнил. Microsoft рассказала о грядущем крупном обновлении Windows. Апдейт запланирован на предстоящую осень. Одним из главных изменений станет новый дизайн. В Microsoft назвали систему Fluent Design System. Пользователи ожидают эффекты параллакса, размытые текстуры, полупрозрачные фоны, тонкие шрифты, этакая смесь Material Design от Google и интерфейса iOS. Как заявили в Microsoft, новый облик придаст Windows эстетике, сделает систему более интуитивной, отзывчивой и легко масштабируемой к разным размерам устройства. Элементы Fluent Design будут по-разному реагировать на способы ввода, будь то жесты, стилус, голос или взгляд. Более того, интерфейс Windows 10 начнет взаимодействовать даже с освещением, что особенно важно для программ смешанной реальности. Правда, в одночасье операционка не преобразится, ведь помимо стандартных приложений есть и многочисленные сторонние. Как быстро они будут подтягиваться, зависит от того, как разработчиков будет стимулировать Microsoft. Далее стоит отметить, что Fall Creators Update усиливает интеграцию между Windows-компьютерами и другими устройствами. Одна из новых функций, Clipboard, синхронизирует буфер обмена, позволяя мгновенно переносить текст, изображение и даже целые файлы на iOS и Android-смартфоны. Еще одна функция — Timeline. С ее помощью можно будет возобновить все документы, группы вкладок и приложения, которые были открыты за какой-либо промежуток времени в прошлом. Update Windows 10 также упростит работу с хранилищем OneDrive. Файлы будут отображаться в проводнике как обычные, но скачиваться из облака только по требованию пользователя. Это избавит от необходимости синхронизировать с OneDrive целые папки и тратить впустую свободное пространство накопителя. В состав предстоящего обновления войдет и наследник старенького Windows Movie Maker — программа Story Remix. Она позволит редактировать фотографии и ролики, делать коллажи, накладывать музыку, аннотации и спецэффекты. Приложение также будет доступно на iOS и Android, что позволит сшивать воедино контент, сделанный на разных устройствах. Точная дата Fall Creators Update пока объявлена не была, но, согласно прогнозам, обновления выйдет в сентябре-октябре. На этом все. Смотрите iNews и оставайтесь в курсе самых интересных событий из мира науки и IT-индустрии. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи.